Добро пожаловать на пересадочную станцию и сегодня мы отправимся в мир трэша, безумия и постапокалипсиса. Александр Шишковчук, Схрон, дневник выживальщика. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Если ты тоже хочешь попасть в этот список, получить уникальный значок возле своего ника, специальные эмодзи, получить доступ ко всем путешествиям пересадочной станции в аудиоформате, а также раньше всех остальных прослушивать ролики, то нажимай на кнопку «Спонсировать» или переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Отточенными движениями установил растяжку, накидал сверху сухой травы. Нормуль, не видать. Поправив на плече рюкзак на 160 литров, отправился за пивом. Рюкзак, кстати, не просто туристический, а широкий, от параплана. По моим прикидкам, 4-5 ящиков в него войдет. Сейчас там лежит бензопила Бош, немного бензина с маслом, топор и несколько банок тушенки. Все-таки помогу Вовану, чтобы совесть не грызла. Лишь бы не сломал инструмент лихой десантник. Хотя, в принципе, запчасти для пилы есть. Зачем вообще я это делаю? Сядет, блин, на шею, потом «корми его, пои, блин». Вдвоем, конечно, проще контролировать местность, выслеживать врагов. Но что будет, если он решит прибрать к рукам мои запасы? Постараюсь этого не допустить. Тушенку тоже жалко. Каждая банка рассчитана на определенный день. Вообще, продуктовую раскладку я написал на 2 года вперед, чтобы всегда хватало калорий для моих стальных мышц. Пора уже задуматься об охоте на дичь. В схроне есть несколько книг и пособий для охотника. Там расписано все. Как ставить селки и капканы, выслеживать хитрого зверя, как разделать и обработать шкуры. Хорошо, блин, бывшая не со мной. Она б точно проблевалась от вида крови и плакала над убитыми животными. По дороге я держал сайгу на готове. Резко оборачивался на каждый шорок и цепко осматривал заросли через коллиматорный прицел. Животные будто поняли, что я хочу их смерти и не попадались на глаза. Что я делаю не так? Наверное, стоит все же прочесть книгу, а не просто разглядывать картинки и схемы. Осторожно выбрался на дорогу. Никого. Не зря выбрал это место. Здесь редко проезжает больше одной машины в день. Но оружие из рук не выпускаю. Мало ли что. Вчерашний день преподнес смертельные сюрпризы. Теперь хрен кто застанет врасплох. На поляне чернеет искореженный кузов Лексуса. Рядом джип не в лучшем состоянии. Работа Вована. Кстати, где он сам? Не видно и Хаммера. Свалил в город? Хорошо, если так. Десантник, как и обещал, прибрал трупы. Я уж не знаю, прикопал в лесу или сжег, но еще одной головной болью меньше. И тут я услыхал нечеловеческий воп или треск. Кажется, падает дерево. Молниеносным броском перекатился, присел на колено, вскинул карабин. Вован? Больше похоже на рев зверя. А если это медведь или кабан? Был б вообще ништяк. Отстегнул магазин сайги, сейчас здесь дрог. Вытащил из кармашка разгрузки мага с пулевыми патронами и быстрыми перебежками скользнул в лес, к источнику звука. Как амурский тигр я подкрадывался к цели. Снова чудовищный рев, треск ломаемых веток рычания. По телу пробежал неприятный озноб. Мне не доводилось сталкиваться с хищниками. Раздвинув кусты дулом сайги, я обомлел. Да этот десантник совсем отбитый. Подпрыгнув, яростно зарычав, он с ноги обрушил очередную ель. Средних таких размеров. Видимо, заметив постороннее движение, Вован резко припал к земле, скрывая среди поваленных деревьев и... В двух сантиметрах от моей башни в ствол дерева впился нож. О, здорово, братка. А я думал, ты забыл про меня на... Привет, Вован. С трудом выдохнул воздух. Да не сыпь. Он выдернул нож из дерева. Я ж заметил, что это ты. Чисто приколоться хотел. Чем это ты занимаешься? Обустраиваюсь потихоньку, убежище строю. Широким жестом похвастал Вован. Сам позырь. В центре расчищенного среди леса пространства зияла огромная яма прямоугольной формы. Шесть на восемь примерно. Дно устлано свежим лапником. Походу, будет землянка. Это ты когда успел выкопать? Поразился я. Хуль, два солдата из Трайбата заменяют экскаватор. Улыбнулся Вован. А один из ВДВ заменяет их вдвойне. А я тебе инструмент притащил. Вообще красава. Я, блядь, уже наломал стволов для настила. Но с пилой быстрее захуярю. Тут мои ноздри уловил ароматный запах. А шашлык? Откуда у него мясо интересно? Страшная догадка вспыхнула в мозгу. Апокалипсис еще не настал, а он разделывает и жарит на углях трупы врагов. Блин, нахрена я с ним связался? Айда к столу, Санек, заточим шашлы. Пригласил Вован. И извини, я как-то не очень голоден. Че, похавал уже, ёб? Ну да. А че ел? Пельмени. Нихрена какие-то ништяки точишь. Воскликнул десант. Без меня, мля. Иди за мной, еба. Нырнули в кусты. Запах усилился. Я уже понял, что сейчас увижу. Отрезанные руки, ноги, выпотрошенные тела и головы южан, насаженные на колья, с высунутыми посиневшими языками и вырванными глазами, по которым ползают жирные зеленоватым отливом мухи. Похрен. Надо привыкать к ужасам Армагеддона. Скоро такие картины станут обычным делом. Присаживайся, братка. Отступил в сторону ВДВшник. На самодельном вертеле аппетитно румянец и шкварчит нога. Нечеловеческая. Рядом, как в гостиной, сидение из джипа. Между ними из оторванного капота в аванс урудил столик. Кроны деревьев образуют естественную крышу. Я присвистнул. Ничего себе обустроился вояка. Зацени, ебдь, какого оленя вальнул. Вован подтащил за рога матерую тушу с отрезанной ногой. Круто. Я уселся и вытянул уставшие кегли. Долго выслеживал. Да какой там, на. Он перевернул вертел. Сел, значит, в папоротниках. Ну, да вануть личинку, сам понимаешь, братка. Искам, блядь, чё тут идёт, на. Я и так, и сяк, тужусь, прикинь, не выходит каменный цветок. И слышу, блядь, фырка не такое рядом. Тут у меня задний клапан в раз прорвало её. Думаю, косолапость-ка пожаловал. Ну и АТТшку, хватит, в кусты целюсь. Дерьмо так и хлещет, не переставая. Гляжу, а это олень морду высунул и стоит, жалом водит по сторонам. Не нравится, видать, запашинское. Зарядил точняк промеж рогов. Во, гляди. Офигенно. Да куль, водовая, чё ты хотел? Омля, уже готово. Вован снял свертелы и напластал дымящийся сочное мясо с хрустящей корочкой. Доставай, на. Чё доставать? Под горячее хуль, знаю, омля, у тебя есть. Вырваться от Вована удалось часа через два. Нажрались от пуза, допили весь спирт. Десантник рассказывал и рассказывал байки, одну за одной. Подогнал кусок мяса килограмм на пять. Я взамен дал баночку соли из наза и пообещал принести пивка. Нельзя вот так просто встать и свалить, когда бухаешь с десантурой. Это удалось только, когда он начал клевать носом. Я подхватил сайгу и отправился по своим делам. Тушняк, слава богу, не оставил. И так не пропадет. Может, надо было пойти в ЭДВ? Хотя, чё сейчас об этом думать? Мои навыки тоже неплохие, но главное – схрон и запас боеприпасов. Ну так чё делать будем? Забираешь товар или чё? Проклятый барыга выжидающе смотрел и невинно хлопал охреневшими глазами. У меня в кармане небольшой складной нож-визитка. Полезная штука. Заказывал на Али. Я представил, как выхватываю приколюху и стремительным движением кобры вскрываю жирное горло спауна. Потом придётся, конечно, грохнуть газелиста. Если тот проболтается, я огребу проблем с законом. Хотя, блин, водила может вырваться и поднять шухер по всему посёлку. Это точно не входит в мои планы. Не так-то просто резко уработать двух человек, не имея при себе огнестрела. Поэтому с некоторым усилием я справился с собой и отодвинул мысль об убийстве на задворке сознания. Но спаун, видимо, что-то прочитал в моём взгляде и сказал примирительно. «Не, ну в самом деле, я же не могу себе в минус работать. Возьми, насколько хватит. Мне нужен весь груз. Ты меня подвёл сильно, так что давай в рассрочку. Ответил я. В смысле подвёл? Ты пройдись по магазинам, нигде такой цены больше нет. И так по дешёвке отдаю. Ну так что насчёт рассрочки? Деньги есть, но они дома, надо на карточку бросить». «В рассрочку, говоришь?» Он почесал лысину. «В принципе, камрады с форума за тебя поручились, иначе вообще бы не стал с тобой работать. Да и по глазам вижу. Парень, ты честный. Хорошо. Держи бумагу, пиши расписку. Договорились?» Обрадовался я. «Но накладную на патроны не дам. Сразу говорю». Водитель, который таскал ящики, услышал последние фразы. «Не, я на такое не подписывался», – заявил он. «За тридцатку везти патроны в Карелию? Да еще и без документов». «А что?» «Мысль об убийстве этого газелиста была не так уж и плоха. То есть ты отказываешься?» Сухо уточнил я. «Не, ну че сразу отказываюсь?» «Короче, ну это самое тридцатник, это маловато будет». «Маловато?» Не выдержал я. «А ты часом не охренел? Куда тебе больше у тебя же машина на газу?» «Оплата за риск?» Сморщил Харио этот кровосос. «Если мусора по дороге примут, это ж сразу статья. А я только недавно откинулся». «Ладно, сколько?» «Сотку? Сколько?» «Сотку денег и довезу вообще без гемора, отвечаю». Водил ищерба-то улыбнулся. Я молча рассматривал подмосковные пейзажи, выпуская дым в окно. Газель натужно пердит на подъемах и скрипит подвеской. Магнитоле хрипит радиошансон. Водитель, я, кстати, не удивился, что его зовут Толян, довольно отстукивает по рулю в такт. Подторговаться пришлось изрядно. Благодаря траве во мне открылось небывалое красноречие, да еще и спаун подключился. В итоге сошлись на полтиннике. Отдавать его я, конечно, не собирался. Чтобы замаскировать груз, пришлось раскошелиться на 4 куба самого дешевого утеплителя на подмосковной стройбазе. Менеджер из кожи вон лез, пытаясь стюхать более дорогую, и, как он говорил, более качественный. В утеплителях я разбирался и без него гораздо лучше. Конечно, мой схрон утеплен не таким говном. Работяги набили кузов под самый верх рваного тента. Если депосы будут спрашивать, скажу, мол, везу на дачу. Должно проконать. Не зря же я такой умный. Ну что, начальник, может тормознемся? В который раз спросил Толян. Я ж сразу в рейс сорвался, даже захавать ничего не успел. Я был намерен останавливаться как можно реже, чтобы скорее очутиться в стенах моего уютного схрона. Не терпелось скорее разложить по специально подготовленным полочкам свою главную инвестицию – боеприпасы. Но тупой блатняк по радио уже порядком задолбал за четыре часа пути. А мешать водителю наслаждаться последними часами жизни не позволяла совесть. Я кивнул и сказал. Ну давай, уговорил. Как увидишь кафешку, сворачивай. Базара ноль. Обрадовался Толян. Через пято километров будет ништяковое место. Заточим козырного борщица. К вечеру сделал семь или восемь сильных ходок. Почти все пиво перетаскал. Желудок мучительно скручивало. Съеденное утром мясо давно переработалось в энергию. Хрен с ним. Завтра перетаскаю остальное. Я присел на ящик и закурил. К вавану что ли наведаться, угостить пивком? Ну а почему бы и нет? Раз появился такой сосед, лучше поддерживать дружеские отношения. Подхватив кейс пива, двинул через лес напрямки. По дороге проще, но так будет быстрее. Умаялся за день, будь здоров. Я еще не догадывался, что это решение спасет мне жизнь. Сжав зубы, я лежал в зарослях и смотрел, как менты упаковывают вавана. Аж несколько бобиков приехало. Десантник, громко матерясь со скованными руками, дергается и пинается, как грозный хищник, пойманный коварными охотниками. Твою ж дивизию, Вовчик. Как же так? Не мог сделать убежище подальше от этого гребаного Лексуса? Надо помочь. Мы вроде с ним нормально скарифанились. Хотя дело не только в этом. Вдруг Вован проболтается про меня. Конечно, он твердый человек, но... Зачем ему брать на себя смерть горцев? Это ведь моя работа, он не при делах. Ладно, походу придется валить ментов. Не хочется, но че поделать, вопрос выживания. Война все спишет. А что если... Мелькнула неожиданная мысль. Никакой ядерной войны не будет. Да не, бред какой-то. Я помотал головой. Блин, почему их так много? Получится убрать троих, ну, четверых. Оставшиеся залягут, вызовут подмогу и затравят в лесу, как раненого волка. Найдут схрон. Прости, Вован, но я не смогу помочь. Держись там. Я убрал палец со спускового крючка и начал потихоньку отползать чащу. Даже если он расколется, будем надеяться на маскировку убежища. Короче, место знаю одно, там на ночь встанем. Кабак кайфовый в натуре, люди порядочные собираются, и шалавы недорогие. Толян протер тарелку кусочком хлеба и сыто рыгнул. Это исключено. Сказал я, отгоняя муху от своих котлет. Да я за рулем усну нахрен, Сань, не гони. Надо хотя бы перед закатом покемарить пару часов. Поедем без ночевок. Блин, тяжко будет. Это твои проблемы, не мои. Придумай что-нибудь. Водила задумался. О! Просиял Толян. У меня термос есть, а чиферка забацаем в него. Давай. Он допил томатный сок и убежал в газель. Разумеется, я контролировал через окно, чтоб прохиндей никуда не умчался с моим грузом. Печально осмотрел придорожную кафеху. Еда вроде норм, но и здесь играет этот гребаный шансон. Сколько же вокруг, наверное, уголовников, бандитов, убийц и всякой нечисти, которые маскируются под добропорядочных граждан. Обычные люди их не замечают в спокойные времена. Но любой воин апокалипсиса знает, чего ждать от этих волков в овечьей шкуре после БП. Поэтому я и озаботился таким количеством боеприпасов. Мне хотелось лично отстреливать преступников и негодяев, когда органы власти рухнут небытие. Прямо руки чесались. Толян принес то, зачем ходил и потопал к раздаче договариваться насчет своего чефира. Вот блин. Давно искал такой термос, старый, советский. Лучше всех держит тепло, в отличие от китайского кала, который продают спортмастере или экспедиции. Сейчас такой мега термос, что называется хрен отыщешь. Какая удача, что я встретил Толяна. — Ты прикинь, Сань! — водила плюхнулся на стул. — Зажопила заварки, паскуда рыжая. Пару пакетиков только дала. — Я все слышу! — донеслось с раздачи. — Хер ты у меня еще пожрешь в долг, Анатолий! — Злиться на меня за то, что жениться не зову! — в полголоса поведал мне Толик. — Москву ко мне хочет вредная баба. — А че не зовешь? — без особого интереса уточнил я. — Так у меня есть жена. Зиночка королевна моя ненаглядная. Он мечтательно прикрыл глаза. — Прикинь, восемь лет меня зоны ждала. Не дождалась. — Толян, прими мои соболезнования. Я взглянул на часы, пора было ехать. — Ты не понял? — махнул он синий от наколок рукой и хрипло заржал. — Не в этом смысле. За месяц до того, как вышел, зинку мою приняли мусора поганые. Сидит сейчас в Воронежской области. Езжу иногда к ней, если рейс в ту сторону. — Поехали, Толян, — сказал я. — Итак, час потеряли. — Не кипишуй, начальник, нагоним. Он поднялся из-за стола. — Ща, погоди, на толкан сгоняю только. Я внимательно проследил взглядом, как за Толяном закрылась дверь туалета. Быстро свинтил пробку термоса и достал из НАЗа батарейки. В одной из них тайник. Раскрутив ее, еще раз огляделся и высыпал в чай немного амфетамина. Несколько грамм я хранил на всякий случай. Кто знает, какие нечеловеческие испытания предстоят в будущем. А под этой хренью легко смогу делать суточные марш-броски. Проверял этой весной. Кстати, надо не забыть пополнить запас порошка. Порядок. Я довольно улыбнулся. Теперь шоферюга не сомкнет глаз до самой Карелии. Да я и сам таким чаем угощусь. Бывший зэк не внушает никакого доверия, так что спать не стоит. Подсказывала моя чуйка. Толян вернулся, убирая на ходу телефон в карман. Интересно, кому это он звонил? Во мне прорезалась паранойя. Пообещал себе держать ухо востро. До темноты проехали с полтораста километров. Едва солнце исчезло за горизонтом, водила принялся зевать и трясти башкой. У меня уже тоже глаза слепались от монотонной езды. «Эй, Толян, не спи!» Прикрикнул я. «Что-то меня рубит по козке, ё-моё! Поспать бы!» «Тормози тогда, разомнёмся, чайку попьём!» «О, точняк в натуре, я и забыл!» Толян свернул к обочине и остановился возле одинокой автобусной остановки. Как же хорошо на улице! В небе выползли первые звёзды. Как полоумные надрывались сверчки. Вечерний аромат полевых трав слегка портил запах бензина и запах трассы. Мы сходили отлить за остановку, покурили. Водила попинал колёса. Забравшись в кабину, Толян налил горячего чая в старую пластиковую крышку-кружку. Сделал пару глотков и скривил свою рожу. «Бодяга, блин, фу! Больше, Санёк!» «Естественно!» Без лишних разговоров я влил в себя содержимое посудины. «Нормальный чай, Толян, давай, наливай ещё!» «И чтоб выпил всё, понял?» «Не хотелось бы поймать фуру в лоб, если ты уснёшь!» «Плюнь, блин!» Он перекрестился, налил ещё кружку и мрачно выпил. «Не вставляет эта бурда, хоть пей, хоть не пей!» «Эх, чефернуть бы ща!» Тронулись. Толян, как обычно, пристроился за КамАЗом. Меня уже адски подбешивала его тошнотная манера езды. В начале пути, когда я просил прибавить, он сослался на экономию топлива. Особенно доставал постоянный кипиш из-за газовых заправок. Толян даже на минуту не хотел ехать на бензине, поэтому каждые 300-400 километров начинал судорожно вглядываться в дорожные указатели и просить меня поискать в Яндекс.Картах заправку голубого топлива. Примерно минут через сорок после остановки я отметил бодрость и прилив сил. Чай подействовал, сонливость как рукой сняло. Я незаметно взглянул на водилу. Тот вдруг прибавил громкость музыки. Колонки задребезжали, оглашая окрестностей. Неслась песня из открытых окон газели. Толян принялся подпевать, да так душевно, что через минуту я и сам начал орать. Толика понесло. Воткнув пониженную, он со скрипом втопил педаль в пол. Меня вдавило в кресло от перегрузки. Газель взревела, как раненое животное и легко обогнала грузовик. Ну, слава богу, нормально поехали в левом ряду. Машина так разогналась, что я начал опасаться, как бы от нее не стали отделяться детали. Как ступени разгонного блока на межкотинентальных ракетах. Никогда бы не подумал, что Газель может лететь 160 километров в час. Я воткнул свою флешку и включил один из альбомов с убойным трансом. Толян не возражал. Он восторженно пялился вперед, сгоняя дальним светом медленно ползущих олухов с нашей полосы. «Блин, Толян!» – воскликнул я. «Там же Депос был, махал тебе палкой!» «Пусть в очко себе засунет свой самотык полосатый!» – загоготал водила. Я взглянул в зеркало на почти исчезнуший вдали пост. Менты включили мигалку. «Ну, капец теперь!» «У меня осталось совсем немного кэша. Может, хватит откупиться от мусоров?» «Если, конечно, Толян не будет грубить!» «За нами едут!» – заорал я. «Давай останавливайся, блин!» «Да хера лысого, они нас догонят!» Агрегат перешел на третью космическую скорость. «Ну, твою ж мать!» – печально подумал я. «Несы, начальник, у меня номера грязью заляпаны, так что не срисуют!» Я с тревогой наблюдал, как нас догоняет ментовской луноход. Толян несся резко, постоянно перестраиваясь между фур и легковушек. «Походу, я переборщил с феном, уводил и совсем крыша к сорвало!» В кабине замелькали отблески синекрасных вспышек. Догнали, гады! «Водитель Газели!» – проревел громкоговоритель. «Прижмитесь к обочине и остановитесь!» «А-а-а-а! Ща!» – пробурчал Толян. Яростно взвизгнув покрышками, Газель едва вписалась в крутой поворот. Из-под колес метнулось облако дыма, которое заволокло пепела с гаев, следовавших в метрах в двадцати за нами. Ослепшим мусорам не удалось так удачно зайти в вираж. Их тачка шаркнула об отбойник разделительной полосы, выбивая тучи искр, завиляла, вылетела на обочину и благополучно кувыркнулась в придорожные кусты. «Видал?» – спросил я. «Менты с дороги улетели!» «Чё? Где? Какие менты?» Выкинув чабон в окно, Толян прибавил громкость магнитолой. Голосом круга запела Толянова мобила. Этот звонок заставил выйти из задумчивого транса, который меня окунуло под сумасшедший бег ночного шоссе. Мысленно я завозил ретек и аккумуляторы для убежища, затерянного в северных лесах. Останется только жратва. Проблему с боеприпасами я практически решил. Только гранаты, блин, так и не раздобыл в этой Москве. А так надеялся. Ну ничего, будем что-то химичить из подручных средств. Толян быстро схватил телефон с торпеды и, глянув на экранчик, сбросил вызов. Мои кустистые брови сошлись на переносице. Вновь проснулась верная подруга правильного выживальщика. Паранойя. Почему Уркаган не стал отвечать? Кто, блин, ему звонит в пятом часу ночи? В который раз уже пожалел об отсутствии револьвера, который тосковал без меня в схроне. Украдка я всю дорогу проверял маршрут по навигатору в телефоне, но ехали вроде куда надо. Тут водила заметно сбросил скорость. Зевнув для вида, я спросил. Звонил, что ли, кто-то, Толян? А, чё? Да не, спокуха, начальник. Отмахнулся водила. Да ладно, я же слышал, у тебя телефон играл. А, ну это, коллекторы мне названивают. Вообще, уже попутали гниды. Из-за каких-то десяти косарей уже полгода одолевают попрошайки долбанные. Так сменил бы номер, ответил я, успокаиваясь. Или звук бы выключил. Ты чё прикалываешься, начальник? Обиженно сказал он. А как же клиенты постоянные? Не могу я этот номер выключить, люди не поймут. У меня ж объявы висят на Авито и вы с рук в руки. А почему так тихо едем? Так это, газ кончается. Треснул по рулю Толян. О, кстати, глянь не впадлу по карте, сколько там ещё до заправки. Включив режим подозрительности, я ответил. Через пятнадцать километров будет. О, вообще ништяк, брателло. Обрадовался он. Можно ещё чайку накатить. Реально с него прёт. Зря я на Таньку стерву рыжую гнал. Через несколько минут подкатили газовый АЗС. Толян собирался уже повернуть, заправка находилась слева. Когда мимо пролетел, дико вильнув и усираясь клаксоном, большой бешеный джип. Сука, в очко себе погуди! Крикнул Толян. Мудачьё, нет, ты видел? Чуть не снес мою ласточку. Пока газелька заправлялась, я вышел немного потравить свой безупречный организм. Отошёл подальше от заправки, а то мало ли. Только прикурил сигарету, как увидел, что с трассы сворачивает тот самый джип. Точнее, Бэха. Х5, блин. Когда баварская повозка проезжала мимо, разглядела несколько мордоворотов внутри. Один из них, лысый круглолицый с поломанным носом, что сидел рядом с водителем, пристально глянул на меня полным недобрых пожеланий взглядом. Ну и рожа. Да, блин, походу эти джентльмены, любители поучить хорошим манерам на дорогах. Учителем, мать их, где же мой револьвер? Бэха с визгом шин остановилась возле газели. Быстро выскочил и наружу братва. Я со вздохом выпустил дым, глядя в ночное небо. Заправки доносились выкрики и приглушённые липкие звуки ударов. Что-то оправдывающее лепетал Толян. Аккуратно затушив окурок, направился к ним. Когда подошёл, все молча уставились на меня. Тупой мудак Толик утирал разбитый хавальник. Пара бандитов поигрывала битами, лысый держал Толяна за шиворот. Ещё у одного ствол. Макаров вроде бы. «Звиняй, начальник!» Пролепетал водила. «Тут такая канитель, короче. Ну, придётся уступить часть груза пацанам». «В смысле?» Удивился я. «Уступить?» «Слы!» Тихо обратился ко мне ублюдок с пистолетом. «А чё твой чушканша Филюга ездить вообще не умеет?» «Эй!» Из будки выглянул дедок оператор заправки. «Нечем мне тут разборки устраивать! Езжайте куда подальше и там разбирайтесь!» «Спрячься, папаша!» Сказал бандос, наведя на него пушку. Тот резко заныкался обратно. «Ты заправился уже?» Спросил я Толика. «Почти!» Всхлипнул он. «Так в чём проблемы, уважаемые?» Спросил я. «Всё ж нормально. Езжайте своей дорогой. Чё вам надо?» «Это не у нас, а у вас проблемы, парни!» Сказал лысый, треснув башкой Толя на борт газели. «Причём охрененные!» «Санёк, прости!» Крикнул Толян, падая на асфальт. Братки принялись лениво попиновать его. «Да правда, мужики, мы утеплитель везём на дачу!» Начал я. «Ты чё мне тут загоняешь, ёпта?» Резко перебил меня лысый. «Водила твой уже проотвечался насчёт груза. Короче, за то, что так грубо машину вводите, вы нам должны половину груза. А за то, что ты сейчас попытался людей наколоть, всё забираем, понял?» «Лютям, может, есть возражения?» Я молча осмысливаю ситуацию. Даже половину патронов не согласен отдавать. В будущем таких тварей станет полно, и я должен уметь противостоять этим козлам. «Чё, язык проглотил?» Ухмыльнулся лысый. «Ну, значит, согласен. Ладно, пацаны, погнали в посёлок. Ты си по столяну в газоне поедешь». Я достал из пачки сигарету и зажигалку. Сказал. «Нет». «Не понял». Обернулся лысый. Дальше события развернулись с яростной скоростью. Чиркнув огоньком зажигалки, я выдернул заправочный шланг. Беспощадная струя хищного огня объяла лысого утырка. Братва шарашено вылупилась на верещащее, корчащееся жаркое. Я направил огнемёт на чело с пистолетом. Пушка выпала, отметил я. Уже хорошо. Только бы газель не поджечь, там же патроны. Быки с битами попытались прыгнуть на меня, но только успели превратиться в два ярких орущих факела. Фу, блин. Как выключить эту штуку? Направив сторону от машин, свистящая, как истребитель сопло, положил на землю. Прыгнул через поджаренный криминальный элемент, поднял макарыча. Пригодится. Древние инстинкты подсказывали мне обыскать врага, забрать добычу. Метнулся к бумеру. В бардачке нашлась некислая пачка евро и кастет. Его брать не стал. Открыв багажник, я присвистнул. Да тут целый арсенал. АК-74, несколько магазинов, три пистолета и... Блин, я просто не верю своим глазам. Гранаты! Раз, два, три, двенадцать штук! Естественно, схватил сумку совсем добром, подбежал к газели и, отодвинув тент, закинул в кузов. В тот момент в мою крепкую, как бетон, голову пришелся удар битый. На рефлексе развернулся, и мой могучий кулак прилетел в морду Толяна. Вот сучара! Так и знал, что это синелапое чмо с ними заодно. А отработав пару двоечек, впечатал контрольный поддых. Зычара начал заваливаться. Стоять, падаль! Схватив его за шкирку, быстро обыскал. В мои карманы перекочевали ключи от газели и бумажник с документами. Все, Толян, дальше ты со мной не поедешь. На адреналине я достал пистолет, приставил колбу и нажал на спуск. Мозги красиво разлетелись по асфальту. Порядок. Пожевав так и неприкуренную сигарету, я закинул тело в бумер, захлопнул дверцы и, прикурив от ревущего пламени, сунул шланг в открытое окно икса. Уже проехал с пяток километров, мечтая о тенистых елях Карелии, когда полнеба в зеркале заднего вида озарило багровой вспышкой. Навстречу пронеслись несколько пожарных и ментовских машин. Я только улыбнулся и прибавил музыку. Ветки неприятно колют задницу сквозь мембранные штаны. Адски грызут комары. Уже час сижу в засаде среди лап огромной ели. В руках АК, в разгрузке несколько гранат из запасных магазинов. На поясе револьвер. Этого хватит, чтобы выдернуть Вавана. Темно. Жаль, нет ПНВ. Барахло покупать не стал, а годные модели стоят безобразно дорого. Ну ничего. Глаза уже привыкли. Очень хочется курить, но нельзя нарушать режим маскировки. Пробежал 10 километров, срезав дорожную петлю. По моим расчетам сейчас покажутся. Зачем я это делаю? Не знаю. Но так подсказывает моя совесть. Тушенка в горло не полезет, если буду знать, что Вавана из-за меня прессуют дотошные следаки. А вдруг они в сговоре с чурками? Скорее всего. Иначе как так быстро нарисовались? Отдаленный гул коснулся барабанных перепонок. Едут. Я весь подобрался, лоб покрылся липко испаренный от напряжения. Так. Первым делом метну гранату под колеса головной машины. Холодная эвка приятно легла в ладонь. Ну где вы там? Я плотоядно усмехнулся. Надсадный рев усилился. И за пригоркой расцвело холодное зарево фар дальнего света. Надеюсь, меня не видно. Бликов от снаряжения быть не должно. Хватит думать, Санек. Приказал я себе. И тот час настала приятная пустота в голове. Только действие. Только работа инстинктов и отточенных навыков. Появились оба уазика. Неспешно едут километров пятьдесят в час. Выдернул чеку. Сто метров. Пятьдесят. Тридцать. Десять. Граната невидимой тенью прилетела точно, куда я рассчитывал. Зажмурился, чтобы не наловить зайца, вскрываясь от осколков за толстым стволом. Сжахнуло. Пронзительно скрипнули тормоза. Отлично. Оба тарантаса встали. Михеич, что это было? Услышал я. Опять, что ли, движок накрылся? Да хрен знает. Сам чуть не обосрался. Выглянул из-за укрытия. Менты повылазили из машин, закурили. Водитель пытается открыть искореженный капот. В какой машине Вован? Вроде во второй. Но по дороге они могли менять порядок движения. Или нет? Сука, опять мысли полезли. Я упер приклад АК-74 и открыл огонь. Двое упали, срезанные короткой очередью. Один метнулся к открытым дверям. Очередь. Есть. Остальные, видать, сообразили, с какой стороны стреляют, попрятались за машиной. Я швырнул еще одну гранату, и как Человек-паук на тонком тросе съехал вниз. Раздались ответные вялые выстрелы. Далеко в стороне. Приникнув к земле, подполз к дороге. Усмехнулся. Снизу отлично видно двоих засевших за уазиком. Еще одна очередь разметала по обочине воющие тела. Ммм... Не так уж сложно это было. В этот момент из заднего уазика выпрыгнул молодой минтенок. С громким воплем он принялся поливать огнем из АКСУ. Или че там у него? Я перекатился, залег. Когда пули перестали поднимать фонтанчики вокруг, высунулся. Скинул автомат и... Черт, патроны кончились. Мент отскочил за машину. Блин, тоже перезаряжается. Фургон уаза заходил ходуном, словно внутри пробудился динозавр. Санек, это ты на! Выручай, братка! Сейчас, сейчас, Вован, погоди. Блин, как стрелять? Зацеплю десантника. Ментенок успел перезарядиться. Злыми емкими выстрелами не дает высунуться. «Вован, бойся!» Заорал я, выдергивая чеку. Хлоп. Вопли и стихший автомат стража правопорядка подсказали, что дело сделано. Двинулся вокруг машин, вытащив револьвер. Надо сделать контроль. «Братка, ты где?» Приглушенно вскрикнул Вовчик. «Сейчас, дружище, погоди!» Ответил я, отправляя шевелящееся тело в Альгалу. «Санек, я горю, бляха!» Обернувшись, я вздрогнул. Видимо, взрывом пробило бензобак, и вытекшее топливо воспламенилось. Со всех ног бросился к тачке. Сейчас же шарахнет. Прикрывая лицо, от жара дернул дверь. «А, блин, горячо!» «Вован, отойди, я стреляю в замок!» «Братка, стреляй, ёпта, я щас горюна!» Поднял револьвер, стараясь прицелиться сквозь дым в личинку замка. В этот момент ногу чуть выше берца пронзил болевой разряд. Недобитый минтёнок с оторванными руками, как зомби, вгрызся и со стервенением дёргал башкой, пытаясь вырвать здоровый кусок моей мышцы, недолго думая вышиб ему мозги. Надеюсь, не заразный. «Братка, братка!» «Щас, щас, блин!» Сквозь языки гудящего пламя уже ни черта не видать. «Братка, братка!» Мощный взрыв отбросил метров на двадцать. Я упал на спину, судорожно пытаясь вдохнуть. А в ушах звенел последний душераздирающий выкрик десантника. «Братка, братка!» Я подскочил, резко просыпаясь. Тишина и шелест вентиляторов. О, блин! Приснится же! Слава Ктулху всего лишь кошмарный сон. Дрожащими пальцами прикурил сигарету. Чёрт! Надо было его спасти! Спасти! Как я мог оставить друга? Вскочив с кровати, я принялся молотить грушу, чтобы прийти в себя. Гадство! Никогда себе этого не прощу! С первыми лучами солнце отправился на вылазку. Двигался не спеша, то и дело прислушиваясь. А вдруг уже идёт облава. Вован не мог расколоться так рано. А мне надо кое-что проверить. Для этого иду к недостроенному схрону ВДВшника. Моя бензопила Бош. Надо её вернуть, как и топор. Если только менты не забрали. В качестве вещдока или себе на дачу. На подходе к месту накинул маскалат, чтобы слиться с местностью. У меня их несколько для каждого времени года. Изготовил сам из нескольких пододеяльников, раскрасив красками для тканей. Теперь нужно двигаться максимально тихо. Тут может быть полиция. Я раздвинул ветви кустарника и несколько долгих минут сматривался. Никого. Лишь тоскливо темнеет провал, так и недоделанный землянки Вованна. Сглотнув ком в горле, я шагнул вперёд. Внезапно мир перевернулся, корни деревьев больно ударили в спину, выбивая кислород из лёгких. Тяжёлое колено сдавило горло, а в миллиметре от глаза застыло острие клинка. «А, это ты, ебать, колотить!» Хватка исчезла. «Звеняй, братка! Думаю, вражеский десант на!» Деревья дьявольские двоятся, троятся в глазах. Похоже, получил смертельную дозу. Я спотыкаюсь, падаю и снова встаю. Где же схрон? Давно должен был прийти, там аптечка, там средства, которые помогут. Как же хреново! Остановившись, обнял ствол берёзы и меня начало рвать. Ох уж этот день десантника у Вована. Началось всё достаточно мирно. Сперва я выспросил, как же он освободился. Этот момент волновал больше всего, потому что имел прямое отношение к моему выживанию. Не хотелось бы, чтобы лес прочесывали спецвойска. Убежище хорошо замаскировано, но кто знает, какую технику могут применить военные. Мы уселись в кресло возле костра, где снова жарилась оленина. Мой внимательный взгляд отметил множество ништяков. Соленья в банках, шматы сала, пучки лука, огурцы и помидоры, пачки круп и макаронов, буханки хлеба и батон и колбасы, блоки сигарет. Но доминировала среди запасов еды, конечно, водяра. Походу, Вован каким-то образом в одного грохнул ментов, а потом ограбил продуктовый магазин. Блин, с опасным типом свела меня судьба. Я видел, тебя арестовали. Что случилось? И как тебе удалось вернуться, Вован? Осторожно спросил я, приготовившись услышать кровавую историю. Да херня, ёпты! Ухмыльнулся Вован, срывая пробку с лакона и разливая в одноразовые стаканчики. Курёха, бля, закончилась. Ну, я попёр, значит, дороги. Думаю, стрельну ёпты сигарету кого-нибудь. Гляжу, едет кто-то, я обрадовался хуй. Охота уж сигаретину в хайло ткнуть, сил нет терпеть, бляха. Да только мусора это ехали. Ну чё, мусора, не люди, что ли? Торможу на... А никто, бля, откуда? Давай документы. Я говорю, чё за херня? Сигарет дайте да уёбывайте. Хуль прикопались к человеку. Короче, слово за слово ушатал одного с вертухи. Не сильно. И тут сзади, скорее, лейтенант матьё за ногу. Прикладом по кумполу, прикинь. В общем, повязали меня, черти, повезли в райцентр. И чё дальше? Я прокинул стакашек и откусил хлеба салом. Приводят в отделение в посёлке в этом название хрен просышь, но не суть. Приводят к полковнику так, мол, и так задержали опасного преступника. А я гляжу, это ж сослуживец мой Серёга. Арусь серая еба. Фанеру к бою. Ну, конечно, поляну накрыли все дела. Тот говорит, ты извини, братан, обстановка ща напряжённая, люди дёрганные. А ты безобразничаешь, не надо так. Ну, погудели знатно, в баньке попарились. Я Серёге и рассказал, мол, в армию не взяли. Буду в лесу выживать, пока ядрён батон не прилетел. Тот поглядел на меня серьёзно так и говорит, это правильно. Вован, есть, мол, такая угроза. Смотри, давай за порядком в лесу, если начнётся, могут финны сюда полезть. А они тут на не нужны. Бумагу мне справил мой внештатный сотрудник органов. Говорит, хоть буду спокоен за этот участок. Я говорю, говно, вопрос серый, ни одна падла не пройдёт. Тот даже пару трещоток подкинул неподотчётных, до 7,62-4 цинка. Ничего себе! Присвистнул я. Про меня не рассказал, надеюсь? Ты чё, братка? Поднял мощные брови десантник. Я чужие секреты не выдаю. А с Серёгой мы под пулями ходили, с одного котелка жрали. Но всегда он был как-то мутноват. Потому, видать, менты и определился. Давай стакан ещё на бульку и... Давай. Я радовался, что Вовану не упекли за решётку и тайна схрона не раскрыта. А чё за повод? Ты чё, братка, с дуба рухнул? День десантника на! Точно, прости. Сегодня же 2 августа. Ну, с праздником, дружище! За ВДВ! Да, никто, кроме нас! Вован залпом осушил полный стакан. Блин! Мне, наверное, хватит. Я не привык к таким темпам с утра. Сидеть на! Заорал десантник. Ща под миску ещё накатим. Слушай, Вова! Чё я? А что за сельпо ты ограбил? Откуда столько жратвы? Ну так, ёпт, купил в магазине хуль. Ветеранская пенсия на карту капает, так что не пропаду с голодухи. Короче, меня потом те же менты обратно доставили. Со всеми балабасами. Гуляем, братка! Мы выпили ещё, а потом ещё и ещё. Постреляли из моего револьвера, потом Вован научил разбивать об голову бутылку. Ничего сложного, ёпт. Сказал, что завтра начнёт меня тренировать по программе десантуры. Я, естественно, согласился. Дальше появилась гитара. Десантник сказал, что одолжил у Серёги. Играл он вполне сносно. Неожиданно мощным баритоном пел военные песни про Афган и Чечню. Нормальный всё-таки друган Вова. Думал я, вороша палкой угли костра. И теперь тащусь домой, едва соображая. С Вованом опасно бухать, блин. Даже для моего крепкого организма. Вскоре выбрался к схрону. Немножко отпустило. Наверное, поэтому я не забыл снять растяжку. Открыв двери нараспашку, вынес на улицу раскладное кресло и пару пива. Неохота сидеть под землёй в такой чудный вечер. Пшикнула холодненькая баночка. Я воткнул наушники и включил музло. Что ещё нужно для счастья? Но в следующий миг банка выскользнула из крепких пальцев. Волосы на голове встали дыбом. Сердце, кажется, остановилось в груди. Безоблачное небо стремительно пересекает десятки огненных стрел, оставляя дымные рощерки инверсионного следа. Началось. Конец первой части. С возвращением в адекватную реальность. Если вам понравился мир трэша, безумия и постапокалипсиса под названием Схрон, то обязательно поставьте лайк и напишите об этом в комментарии. Ну а чтобы отправиться дальше, просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих... Мирах